Друзья, всем привет! С вами я, Лариса Зарубина, канал Садовый Гид. Я сегодня приехала в гости в агрохолдинг Поиск. И рядом со мной стоит человек, который занимается селекцией. Ховрин Александр Николаевич. Это человек, который дарит нам семена, которые мы с вами покупаем. Человек, который занимается тем самым процессом скрещения и выведения лучших из лучших, которые подоходят к нашему же столу. Здравствуйте, Александр Николаевич. Добрый день. Мы сегодня пройдемся по всем теплицам, которые здесь есть. И начнем мы с томатной теплицы, где посеяны сорта гибриды, которые потом будут скрещиваться. И, в общем, будет идти процесс селекции. Сейчас нам Александр Николаевич все расскажет. Пойдемте. И одно маленькое уточнение. Александр Николаевич представляет одного руководителя. У нас в компании работает более 30 селекционеров. Они все сейчас работают. А я, как свободный человек, их руководитель, буду с вами показывать, как мы работаем. Без головы, как говорится, без руководства у нас бы, наверное, не получилось. Правильно, организация труда – это очень важный процесс. Друзья, еще хочу сказать, что агрохолдинг-поиск – это наша семеноводческая компания, которая делает селекцию здесь, непосредственно в стране, в России. И могу сказать так, что без семян мы точно не останемся. Никогда. Никогда. Сколько ведется селекция? Ну, мы здесь работаем уже более 30 лет. 30 лет. 30 лет ведется селекция. Александр Николаевич, сколько у вас зарегистрировано сортов, гибридов сейчас? Ну, вот на сегодняшний день зарегистрировано более 830 гибридов в государственном реестре. Ну, и сейчас вот в этом году будет испытываться еще 15 новых. Поэтому без современных сортов, без семян современных сортов наши огородники, наши производители не останутся. Браво! Пойдемте, друзья, теперь по теплицам и посмотрим все вживую. Итак, друзья, сейчас, внимание, огуречная теплица. Мое сердце просто улыбалось отчасти. Вы посмотрите, какой это рай. И там уже есть огурцы. Вы посмотрите, какая красивущая теплица до горизонта. Что здесь, Александр Николаевич, расскажите? Здесь, так же, как и в томатной, это селекционная теплица по оценке новых гибридных комбинаций. То есть даже не новых гибридов, а просто гибридные комбинации. Вот здесь мы сейчас их оценим на теневыносливость, на холодостойкость, на сольустойчивость по вкусовым параметрам. И выделим здесь самый лучший. То есть здесь сейчас растет более 100 новых гибридных комбинаций. А вот в продажу дойдет, ну, может быть, один или два. Представляете, какой это гигантский труд, друзья. Вот из такой теплицы выделить самого удачного, самого успешного и самого крепкого парня. Да, самый сильный, самый урожайный. Смотрите, как интересно, друзья. То есть здесь используется в основном биологическая защита. Везде висят клеевые ловушки желтые. Синее, желтые. Везде капельный полив. И смотрите, уже огурчики, вот уже, посмотрите, вот они, огурчики. Зеленый изумрудный лист, большой, мощный, сильный. То есть вообще просто смотришь, огурцы загляденье. И все огурцы, внимание, смотрите, сформированы в один стебель. Это то, что мы всегда говорим, что не надо делать огурцы вот такие лохматых чудовищ. В один стебель вы получите гораздо больше урожая, чем... Ну, это больше и удобно ухаживать. И удобно, да, и удобно ухаживать. У нас здесь мы создаем и длинноплодные, среднеплодные, короткоплодные, гладкие, еще с пупырышками, как вы говорите, все гибриды. То есть вот на сегодняшний день лидерами и стандартными в этих теплицах является гибрид тонус, атос, форсаж. Атос мне очень понравился. Форсаж отличный. Это вот те гибриды, которые находятся на первых... Высоких ступенях, да. Первые места, чемпионы. И теперь у нас задача эту ступеньку выше сделать. И добавить героев на ступеньку. Героев, да. Друзья, вы посмотрите, какие чудесные огурцы. Пойдемте теперь к капусте. Ну вот смотрите, они чудесные только благодаря труду не только селекционеров, а еще и технологов. Ну это конечно, да. То есть здесь процесс, я вижу, что капельный полив. Здесь и кормление, и проветривание идет. И здесь достаточно прохладно, друзья. То есть для огурца это для меня прям прохладно. То есть здесь испытание на хладостойкость идет? Вот сейчас, да. Вот так. То есть на пару-тройку дней мы здесь приспускаем температуру. А так самое благоприятное это 25-30 градусов. 25-30 градусов. Поэтому для меня это было неожиданно, что здесь так прохладно. Друзья, мы пришли в капусту. То есть здесь идет селекция капусты. Посмотрите тоже, какая большая теплица. Капуста здесь цветет. И ее специально заставляют для того, чтобы потом скрещивать. Александр Николаевич, расскажите, а то я, может быть, что-то навру сейчас. И так говорят. Нет, вы абсолютно правы. То есть здесь мы получаем новый гибридный комбинат будущих гибридов капусты белкочанной. Мы, россияне, едим ее много. Мы ее любим. Мы ее любим. И у нас в компании уже есть больше 10 новых гибридов, которые абсолютно конкурентоспособны не только в огородах, но и в производстве. То есть у нас есть гибриды герцогения, гибриды застольные с уникальными засолочными свойствами. То есть на любой вкус и цвет. Вот здесь сейчас идут индивидуальные скрещивания, где девочки у нас работают, и каждый цветочек опыляют. И потом вот эти все вешают дырочки. Отлично. Вот представляете, друзья, представляете, какой это кропотливый труд. Кропотливейший труд. И вот смотрите, какая огромная теплица. Браво, Александр Николаевич. Сейчас пока у нас 4 человека работают на скрещивание, а вот когда будет максимальное цветение, 7-10 человек здесь работают постоянно. А когда капуста попадет к нам на стол? На стол эта капуста попадет лет через 5. Мы подождем. Это двухлетняя культура. У вас сейчас достойных сортов очень много по капустам. Мы очень этим гордимся. А только белкочаные или какие-то другие еще виды капусты? Мы в основном работаем только над белкочаной капустой. Сейчас вот открываем программу по цветной, по брокколи. Актуально. Это актуально, да. Поэтому мы сейчас расширяем. Это очень интересно. Новые гибриды огурцов, томатов и еще капусты, брокколи и всего. Перцев, баклажанов, лука репчатого. Здорово. А лук репчатый здесь сейчас тоже? Или это уже летняя культура? Ну, лук репчатый, он в отличие от капусты, он лежит в луковицах, еще в хранилище. Мы будем их высаживать весной, в апреле. Ну да, летом будет уже идти. Понятно. Александр Николаевич, а что вот это вот такое вот с циферками, с проволочками? Что это значит? Коммера новых гибридных комбинаций. То есть вот материнская линия, отцовская и в стадии бутона скрещиваются. И чего себе? Сейчас я вам покажу. То есть вот столько вот руками на одном растении надо провести скрещение. Обалдеть. Друзья, а сейчас мы зашли в рассадник. Там, где выращивается рассада, чтобы потом ее высадить и сделать селекцию. Александр Николаевич, расскажите, что здесь растет? Ну, здесь то, что вы вот видели в тех теплицах. Здесь мы сначала выращиваем рассаду 35 дней. Вот они, видите, все прописаны. Все прописаны, да. Это отдельная гибридная комбинация или новый стандартный гибрид. Вот еще, смотрю, кабачки у вас здесь. Это уже готовые к высадке? Здесь уже провели скрещивание. Мы их пересаживать не будем. Прямо здесь получим первые семена. Ух ты, посмотрите, какая урожайность. Вы посмотрите, кабачок, и он просто унизан весь кабачочками маленькими. Вот тут как раз есть прародитель будущих сортов. Смотрите, друзья, тут как интересно, цветочек завязан резинкой, чтобы не было пыления. Постороннего пыления. Постороннего, да, постороннего пыления. Чтобы никто туда не попал. Представляете, как здорово. То есть это вот рассадник. Я так понимаю, что это сейчас только начало, через буквально немного времени тут все будет. Это вот сейчас завершается определенный оборот. Здесь осталось на одну теплицу. Все здесь было занято. Оно ушло в те теплицы. Сейчас уже на высадке. И здесь вот как раз то, что через две недели здесь все будет снова засеяно новыми сортовами. А здесь вот еще у нас есть программа международная по цветам. Ага. Это, наверное, я так понимаю, что растения, которые... Я смотрю, это у нас Турция же, да? Программа у нас какая? Лекарственные растения? Нет. Мы участвуем в международной программе селекционеров цветоводов. Это Флорселект. Они нам присылают новинки селекционные. И вы их испытываете? Мы здесь оцениваем, испытываем. Здорово. И выделяем самые лучшие. А вот сюда высаживают все, что мы с вами видели в рассаднике. Потом все высаживают вот сюда. И посмотрите, вот какие малыши тут уже подрастают. Вот такие чудесные огурчики. То есть это следующая партия. Конвейер. У нас конвейер до самой зимы. Отлично. То есть мы сеем, сажаем, оцениваем, отбраковываем и выделяем лучших из лучших. Посмотрите, друзья, оцените масштаб. И это, поверьте, не одна теплица, куда я зашла. Здесь их большое количество. Еще раз хочу сказать, что Агрохолдинг Поиск – это наша российская семеноводческая компания. И еще раз могу сказать, что не беспокойтесь, без семян мы точно не останемся. Вы посмотрите, когда с нами такие красивые, такие умные мужчины, я думаю, что мы всегда будем плюси. Мы готовы всегда и способны обеспечить вас хорошими, качественными семенами лучших сортов и гибридов. Я думаю, друзья, вам было интересно вместе с нами прогуляться по всем теплицам. Моя была основная задача – показать вам всю работу питомника, поиска изнутри. То есть, чтобы вы все видели, как это происходит, и чтобы всем на душе стало теплее, немножко приблизило вас к весне и к лету. Александр Николаевич, большое вам спасибо. Мне было с вами очень приятно пообщаться. После прямого эфира мне очень понравилось с вами общаться, так что я вас благодарю за весь этот экскурсию, за все это и за все, что вы мне сегодня рассказали и показали. Спасибо вам за ваш приезд. Ну, а с вами мы не прощаемся, а говорим до свидания. Да, у нас дома еще будет много прямых эфиров. Мы не отпустим Александра Николаевича никуда. Мы будем постоянно за сезон возвращаться к нему и будем, конечно, по агротехнике консультироваться таких великих людей.